Проект бюджета 2022 приняли в первом чтении. Документ социальный, то есть главное зарплаты и пенсии в срок и в полном объеме. По-прежнему будут работать целевые программы и фонды, есть и новшества. На что будут тратить деньги в 2022? В целом ничего нового. На ремонты поликлиник, больниц, школ, детских садов. Фонд Копложений продолжит работать. В проекте бюджета на это более 260 миллионов рублей. Только теперь средства фонда разделят на три направления. Строительство и ремонты, медицина и другие работы. Приобретение медоборудования и карет скорой помощи. Вот мы его в этом году выделяем отдельной строкой. Пусть Минздрав занимается. Надо кареты скорой помощи, надо томографы, надо КТ покупать. Пусть определяется. Строительную часть мы выделяем отдельно. Это вот то, для чего был создан фонд Копложений. А все остальные направления. Приобретение мягкой мебели, развитие программы ремонта общежитий и так далее. Там достаточно много направлений. Мы выделили в третье направление. Работать по-прежнему будет и межтарифная разница. Для людей тарифы на коммуналку не вырастут. Но реальная стоимость выше. Эту разницу и берет на себя бюджет. Деньги идут на ремонты сетей и замену оборудования в коммунальной сфере. Благодаря этому уходим от катастрофы в ЖКХ. Из новшеств – фонд развития и стимулирования территорий городов и районов. Работу над ним продолжат. По проекту в 2022-м также будут помогать молодым специалистам покупать жилье. Миллиорации особое внимание. Полив продолжат восстанавливать. Насосные станции, сети, трубы. Вода в полях – это продовольственная безопасность. Проект бюджета представлен в полностью сбалансированном виде с обеспеченностью всех предложенных правительством расходных обязательств и направлений, совокупностью доходных источников и источников, являющихся источниками покрытия возникающего дефицита бюджета. Все пенсионные выплаты, заработная плата работников в бюджетной сфере, пособия, стипендии и так далее – все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме и в срок. Проект бюджета 2022 Верховный совет принял в первом чтении. Всего их три. В окончательном планируют принять до конца года.